всем добрый день сегодня у вас очередная распаковка на этот раз тоже связано с ноутбуком в данном случае toshiba h61e а именно с расходной ее частью а более конкретно с аккумулятором до того что аккумулятор деградирует осталось 32 процента жизнеспособного аккумулятора внутри 6 ячеек аккумуляторов 18650 и часть деградировали а часть можно в дальнейшем использовать для других нужд все это дело пришло как обычно в виде серого пакета из китая в данном случае поставка была быстрая ввиду того что склад находился в россии за четыре дня посылка доехала все сложилось успешно приехал посылка внутри находилась данная коробка давайте сейчас раскроем и посмотрим что находится внутри и установим этот аккумулятор и посмотрим сколько у нас заряда пришло возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк-сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании для того чтобы убедиться о техническом состоянии аккумулятора данного ноутбука а именно toshiba a661en который у нас был модернизирован для этого достаточно открыть программку аиды 64 экстремы и здесь мы можем наблюдать степень износа данной аккумуляторной батареи на данный момент на 68 процентов идет износа помимо естественной проверки когда вы замечаете о том что у вас аккумуляторная батарея начинает быстро разряжаться здесь есть соответствующее электропитание где можно и обнаружить низкое состояние вашей аккумуляторной батареи и ввиду того что 32 процента у нас осталось настоящее время требуется замена ввиду того что емкость резко уменьшилась при этом не значит что нужно избавляться от аккумуляторной батареи вероятнее всего что внутри находится 6 ячеек 18650 аккумулятора и одна может быть две из них уже деградировали остальные вещи находятся работоспособном состоянии поэтому можно их при желании достать и использовать по прямому назначению также дальше питать какие-то устройства при помощи этих аккумуляторов 18650 кстати недавно был на канале чехол powerbank с этим типом аккумуляторов 18650 желающие могут ознакомиться на данный момент времени у нас идет электроснабжение от сетевого блока от электросети и давайте сейчас я при вас вытащу из разъема сетевого шнур и увидим с какой скоростью будет разряжаться ваш аккумулятор который непосредственно сейчас стоит внутри данного ноутбука и продемонстрировано что треть емкости настоящее время можно зарядить и его можно использовать сто процентов вас написано заряда от исходного который был на момент приобретения и так я достаю и сейчас продемонстрировано с какой скоростью происходит разрядка вашей аккумуляторной батареи которые установлены внутри данного ноутбука и также можно наверное наблюдать если мы подводим к иконке обозначающей аккумулятор то что у нас приблизительно осталось 25-21 минута идет достаточно быстро разрядка вашего аккумулятора из-за того что всего заполнено треть емкости и помимо того что здесь отображается здесь тоже сейчас появился это время и за сколько времени у вас разрядится опять я включаю электросеть и опять у нас происходит зарядка аккумулятора на треть емкостиально продемонстрировал чтобы можно было и видеть и определить точность техническое состояние вашего аккумулятора помимо аиды c4 таким же вариантом просмотреть техническое состояние аккумулятора можно при помощи другого программного обеспечения например hardware info 64 который поставляется в бесплатном виде скачали установили по сравнению с аидой где нужно еще установить ключ хотя аида в демонстрационном режиме тоже показывает техническое состояние вашего аккумулятора здесь мы можем наблюдать стандартное окошко помимо того что здесь полностью хранится вся информация о структуре вашего ноутбука начиная от материнской платы процессора и тому подобное до мониторов и различные периферии которые в настоящее время у вас подключены к этому ноутбуку здесь также есть работа с аккумулятором нажав ее справа мы увидели техническое состояние принцип тот же самый что и в аиде здесь продемонстрировано также уровень деградации показан что у нас 32 процента мы можем заряжать аккумулятор из 6 ячеек только на 32 процента все остальное уже не используется и давайте также проведем здесь такой же эксперимент в настоящее время у меня подключена сетевой блок от розетки и сейчас я вытыкаю и смотрим что будет непосредственно отображено справа какая будет информация если в предыдущем случае мы увидели еще и время здесь тоже сейчас продемонстрируем что мы увидим итак я вытащил здесь не демонстрируется единственно демонстрируется только разряд в виде процентного соотношения единственно демонстрируется том что только наличие заряда и внизу в 3 мы можем увидеть количество оставшееся времени быстро тает у нас заряд осталось 16-17 минут в настоящее время осталось 16 и обратно я подключаю сетевой и опять у нас происходит зарядка аккумулятора которое настоящее время у нас на 93 и с половиной процента заряжена очень 94 вот таким способом можно определить двух программах как у вас осуществляется зарядка плюс какое с техническое состояние вашей аккумуляторной батареи вашего ноутбука вскрываем вот такой аккумулятор на 6600 миллиампер часов постоянный ток 111 вольт исходный аккумулятор был на 10 и 6 вольт и 4200 миллиампер часов такой вот аккумулятор стандартный сейчас конечно не найти оригинальный аккумулятор потому что компания тошиба преобразовалась динобук полным капиталом полк шарпа поэтому приходится искать на китайской барахолке давайте посмотрим что из себя представлял исходный аккумулятор заодно посмотрим может быть из-за модернизации у нас когда оставили новый процессор возможно что-то прогорел ну как видите все в отличном состоянии дальнейшем планах провести полную диагностику данного ноутбука это будет через месяц в том числе и посмотреть что из себя будет представлять аккумулятор представленный вот здесь новый как видим они по форме одинаковые китайцы как всегда научились делать клоны единственное главное чтобы данный аккумулятор послужил достаточно долго даже он научились по японски писать вот основные отличительные особенности то есть аккумулятор стоял родной тоже сделан в китае но на родном фабрике по размерам и по маркировке два этих аккумулятор идентичны за исключение только напряжения и емкости тип это у нас PA3817U-1BRRS как в первом варианте так и во втором варианте отличительная особенность в емкости по документации данного производителя можно использовать как 4200 5200 и еще можно более емкий аккумулятор но единственное отличие там не 6 ячеек находится внутри этого корпуса а9 там до 10 по он доходит более точно можно посмотреть документацию по данному ноутбуку и давайте посмотрим как данный аккумулятор влезет в ноутбук а думаю что проблем не должно возникнуть цвет практически тот же самый может быть за исключением более темноватый из-за того что новый аккумулятор здесь представлен давайте его подключать смотреть сколько у нас находится заряда внутри данного аккумулятора который только что пришел и посмотрим как видим все на прекрасном загрузилась и в настоящее время 55 заряда осталось на 44 минуты теперь давайте проверим данный аккумулятор стандартных программных обеспечений аида экстрема 64 и hardware info 64 то есть я представляет оба аккумулятора до замены как он деградирует и тому подобное и также посмотрим новый аккумулятор его техническое состояние переходим и смотри итак после замены аккумулятора мы также можем увидеть программе аида 64 экстремы то есть я представляет данная аккумуляторная батарея которая была куплена и здесь продемонстрированы и и техническое состояние здесь вот как видим у нас соответствующее значение и на данный момент времени у нас новая аккумуляторная батарея которая была куплена имеет заряды где-то 52 процента 50-53 то этому не можем наблюдать здесь все технические параметры совпадает даже чуть больше представлены что говорит о том что аккумулятор достаточно рабочий единственная данная демонстрация еще должна пройти проверку времени что в последующем будет сделано и продемонстрировано как я говорил при распаковке данного аккумулятора и давайте проведем такой же самый тест сейчас у меня зарядка осуществляется от электросети как вы видите что заряжается аккумулятор и растет процентное соотношение сейчас я вытыкаю этот разъем и смотрим что будет происходить я здесь необходимо некоторое время для того чтобы у вас появилось расчетное время вашего аккумулятора и вот мы увидели то на 50 процентов а там было на стол старым аккумулятор степень деградации у нас 0 пока на данный момент времени только что мы достали из коробки и как видим время истечения 50 2 процентной зарядки данного аккумулятора какое время это все произойдет обратно возвращаю исходное состояние подключаюсь и давайте также посмотрим во второй программе hardware info 64 также техническое состояние нового аккумулятора в отличие от предыдущего варианта здесь уже показывает уровень деградации 0,8 процента идет зарядка данного аккумулятора и давайте проведем те же самые действия то есть настоящее время у нас идет запитка у сетевого блока питания и я вытыкаю соответствующие этот сетевой блок питания и вот у нас осталось количество времени до окончания заряда требуется некоторое время еще раз это не реальное время а расчетное реальное скорее всего будет меньше и обратно включаю сетевой блок питания я вам предоставил информацию каждый день свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал и информацию довел до вашего освещения да и не забываем что через месяц будет комплексное тестирование данного ноутбука и там уже более подробно продемонстрирую техническое состояние данной аккумуляторной батареи что она себя представляет и стоит ли ее приобретать хотя данный аккумулятор сам по себе производитель а конкретно продавец аж давал два года гарантии несмотря на то что все расходные материалы где-то в пределах от 3 до 6 месяцев дают производители гарантии посмотрим как данный аккумулятор будет работать внутри данного всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до связи а